Днём пятницы пострадавший во время наезда на пятой площадке пешеход догнал сбившую его машину и устроил скандал с автолюбительницей. 39-летний мужчина сообщил о дорожном происшествии автоинспекторам. Полицейским хабаровчанин заявил, что горожанка за рулём Ниссана Басара сбила его на зебре и попыталась скрыться с места ДТП. Я шёл, потому что все остановились, даже встречный автомобиль остановился. Я проходил, я по пешеходному иду, встречный автомобиль остановился, автобус остановился. Думали, что пропускаю? Конечно. Наезд произошёл на улице Световой в районе остановки Дом культуры ТЭЦ. 36-летняя автолюбительница двигалась в сторону улицы Аксёнова. Хабаровчанка, получившая водительское удостоверение два года назад, говорила, что не видела человека на зебре. Она объезжала, притормозившись справа, попутный автобус, когда из-за него на дорогу вышел мужчина. Автолюбительница вообще сомневалась, был ли наезд на самом деле. Удара она не слышала. Хозяйка Ниссана проехала ещё несколько метров и завернула к медучреждению, где её и нагнал пострадавший. Пешеход жаловался на боль в колене, он говорил, что седан задел его правым крылом. По словам Хабаровчанина, он не собирался устраивать скандал, а лишь хотел привлечь внимание горожанки к тому, что на пешеходном переходе нужно быть более бдительной. Женщина вину не признавала и считала, что невнимательность на дороге проявил в первую очередь сам пешеход. Во-первых, я его не видела, это во-первых. Во-вторых, по правилам, он должен был выгнан, посмотреть, пропускать ли его, откуда я должна знать, что он там идёт. Пытаясь оправдаться, женщина предоставила автоинспекторам запись своего регистратора. На кадрах видно, как мужчина подходит к пешеходному переходу и полностью скрывается за автобусом. Сам наезд не видно. Хозяйка Ниссана говорила, что шансов заметить оппонента у неё не было никаких. Полицейские с позиции автолюбительницы не согласились. Происшествие оформили как ДТП с пострадавшим. Пешеходу вызвали скорую помощь, мужчину увезли в ближайшую больницу на обследование с предварительным диагнозом – ушиб колено. С места происшествия Юлия Рябцева, Юлия Зима и Андрей Алферов. Продолжение следует...